Это интересный факт. Вы знаете, что в эпоху Возрождения мастером считали не только гениального мастера, а именно того мастера, у которого есть ученики, у которого есть свои школы рисовальные. Если говорить о композиции, то у каждого из великих была своя схема решения трехмерного пространства. Или концепция, я бы сказал, концепция решения трехмерного пространства. Вот, например, у Леонардо да Винчи была волна. Рафаэль изобрел принцип композиционной трехмерной композиции, когда переднюю, как классической трехмерной композиции, изобрел Рафаэль. Наподобие театрального, очень напоминает театральный задник, когда, если вы театральный макет видели, театральный макет схемы Рафаэля. Все академисты работали именно по схеме Рафаэля. У Леонардо была космическая одноплановая схема, когда пространство выносилось за рамки композиционного листа. Микеланджело – революционер, он проламывал трехмерное. По классическим принципам Рафаэля изображение должно быть в глубине пространства, а у Микеланджело оно вываливается. Продолжение следует... ... ... ... Продолжение следует...